Готовы там все? Готовы. Внимание. И пришло решение, да что же мы все в обеденный перерыв это делаем. Пора бы уже и открыть свою программу на телевидении и рассказывать вместе с другими болельщиками о футболе, о их любимом виде игры. Вот так и зародилась идея за обеденным столом, за ложкой супа. Когда мы сидели в кафе, обсуждали какую передачу сделать, я предложил Олегу о футболе, одеть футболочки. Болельщики у нас все были разных команд. У нас были спартаковцы, армейцы. Бокомотив потом позже болельщик присоединился к нам. Ну и, конечно, я один. Среди всем поднимающихся гостями студии не только футбол российский и международный. В рамках программы «Все грани» выходили тематические выпуски о мотоболе, баскетболе, настольном теннисе и о спорте в целом. Сейчас, в зависимости от расписания очередного тура футбольного чемпионата России, «Все грани» мяча выходят в прямом эфире каждый понедельник или вторник в 20.15. Со временем появились постоянные зрители, которые активно звонят во время трансляции и общаются с гостями передачи. А благодаря тому, что «Видное ТВ» вещает в интернете, следить за беседами о футболе могут не только жители Ленинского района. Можно сказать, что эта передача единственная, которая в прямом эфире у нас идет. Не в том смысле, что в прямом эфире, а в прямом эфире в контакте со зрителем. То есть зрители непосредственно участвуют в передаче, и все это слышат, и они себя слышат. Это очень хорошо. Многих участников передачи смело можно назвать ее соавторами. «Да, мы тут собирались и считали. То есть если мы 10 лет выходим в эфир, 30 туров в год, какие-то передачи не состоялись, то сейчас где-то идут ориентировочно так, наверное, 250-е уже выпуски идут. Хотелось бы посчитать, надеюсь, мы это когда-нибудь все-таки сделаем. Но где-то так, то есть уже более 10 лет мы вместе». Во время прямого эфира зрители не видят всех, кто трудится за кадром. А между тем над программой работают два оператора, звукорежиссер, оператор связи, а показывает готовый продукт, выпускающий эфира. «Ну, эта передача ведь для тех, кто любит футбол, кто обожает футбол. Мы ведь для них фактически эту передачу и делаем». Автор и ведущий Олег Федоров надеется, что передача будет жить в сетке программ «Видное ТВ» и дальше. Еще не один сезон. «Все грани мяча, но всегда». Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».